Праздник Рождества Мы посвятили немало наших передач, наших бесед. В Евангелии от Иоанна описывается событие Рождества одной интересной фразой. «И слово стало плотью». Фраза, которая часто вызывает недоумение. Почему слово, почему вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, почему слово. Вот сегодня нашу передачу мне бы хотелось посвятить такому простому понятию, простому термину, как слово, речь. Какое место она занимает в культуре человека, и почему такой акцент делает апостол и евангелист Иоанн на слове слова. А поговорим мы сегодня с нашим гостем, экспертом, и с кем можно говорить о слове, как не с филологом, а с филологом, с писателем, с поэтом. В нашей студии я рад приветствовать Леониду Владимировичу Немцеву, доцента кафедры философии и филологии Самарского института культуры. Здравствуйте, Леонид Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Почему такая интересная, парадоксальная тема меня вдруг заинтересовала? Потому что действительно, ну мы уже неоднократно в наших передачах до вас об этом говорили, что у многих терминов, у многих понятий замыливаются, затираются смыслы. И многие вещи, казалось бы, прозрачные для поверхностного понимания, непонятны эти вещи на каком-то более глубоком уровне. И вот сегодня бы в эпоху гаджетов, в эпоху, когда, ну в общем-то, печатное слово мало кого интересует, все в основном сидят в интернете, что-то смотрят, что-то слушают. Мне кажется, крайне важно напомнить об этой, наверное, фундаментальной, уникальной способности читать и понимать смысл прочитанного. Вот. Давайте вот начнем наш разговор с того, с чего начал я. Какое место вообще слово речь занимает в культуре человечества, человека? Почему действительно мы, как говорит Священное Писание, твари словесные? Ну, слово — это один из способов выражения мысли, передачи образа. И как раз вот эта разница современная культура, эту разницу современная культура перестает чувствовать. Разницу между образом и понятием. Это самое мягкое противопоставление, с которым мы имеем дело. И, конечно же, первопричиной всему является образ, мысль, которую нас посещает. И всегда возникает вопрос, как ее высказать, каким образом ее поделиться. И, конечно же, в человеческой культуре есть много способов, помимо словесных. То есть есть музыка, пластика, есть живопись, архитектура. И все это способы выражения мысли, как мне кажется. И все эти приемы я бы мог называть словом, высказыванием. Но надо поэтому вернуться к изначальному понятию образ. То есть мы знаем, что в древнегреческом тексте используется понятие «логос». И оно совсем неравнозначно современному, русскому, профанному слову слова. И «логос» — это понятие очень большое и глубокое. И как его можно перевести? То есть мы понимаем, что до появления Евангелий уже существовала глубокая, давняя традиция древнегреческой литературы. И слово «логос» использовали все древнегреческие философы. И первым его ввел Гераклит. И несмотря на то, что можно проследить историю, развитие этого слова, изменение его понятий, то есть эта история довольно долгая, около тысячи лет, наверное, до Филона Александрийского. И Гераклит... Но мне кажется, что мы можем понять суть термина даже благодаря Гераклиту. Потому что Гераклит говорит, что «логос» — это вечная и всеобщая необходимость. «Логос» — это вечная и всеобщая необходимость. Современный человек сразу может удивиться, почему речь идет не о формах выражения, не о значении, не о понятии, а речь идет об устойчивой закономерности. То есть слово — это некий закон, это некое правило. И более того, не мертвое правило, а некое осуществляемое желание. То есть вечная и всеобщая необходимость — это желание, которое рождает осуществление. Важный замысел, который где-то уже осуществлен. Где-то. И Гераклит как раз говорит о том, что он осуществлен в сознании. То, что мы можем помыслить, уже существует. Уже является реальностью для нас. И дальше Платон, Аристотель развивают это понятие. И когда говорят, что вначале было слово, то имеется в виду не буквально слово, звук. А как говорит Мандельштам, быть может, прежде губ родился шепот. То есть это же тоже речь идет о том, что это не губное, не звуковое явление, а желание что-то сказать. То есть как раз необходимость. И уже в Евангелии от Иоанна и у Отцов Церкви логос понимается вполне определенно. То есть это единородный Сын Божий. И опять-таки люди, непривычные к этому пониманию, наверное, удивляются этому переводу. То есть это именно Иисус, который воплощается и рождается, становится богочеловеком. Слово, которое родилось воплоти. И это вторая апостась Троицы. Но опять-таки здесь же есть тот же самый смысл, который мы найдем и у древнегреческих философов. То есть слово, логос, становится посредником между Богом и миром. То есть это некий способ сообщения, высказывания. Но не именно словесный, то есть устный или письменный, а скорее всего речь идет об образе. То есть в древнегреческих текстах слово переводится разными совершенно понятиями. То есть вот логос, именно логос. Потому что есть перевод, такой перевод, как разум, что логос — это разум. Либо это судебное слово, обвиняющее и защищающее. Также логос — это учение или закон. Прилагательный словесный часто должно переводиться как духовный, умный, мысленный. Вот умный, мысленный, духовный — это все как раз имеет отношение к образу, к образности. То есть под логосом надо понимать изначально данный образ, а не то, как это выражено. Потому что выражен логос может быть неудачно. Слова и понятия могут быть подобраны не очень точные. И вот тут-то как раз возникает трагическая разница между тем, что мы хотим сказать, и тем, что говорим. — И в этом, наверное, главная проблема — непонимание друг друга, да? — Непонимание друг друга, непонимание текстов, в том числе священных. Когда, как принято говорить, люди понимают друг друга, когда они на одной волне. То есть мы сразу предполагаем, что просто так словесной культуры, образованности, начитности недостаточно, чтобы понимать друг друга. Наоборот, мы сейчас видим множество примеров, как умные люди не могут договориться, они могут с пеной у рта доказывать совершенно одну и ту же мысль. Но цепляться при этом к понятиям, к выражениям. Искать конфликт в способе высказывания. А настроиться нам как раз надо на логос. И часто так бывает, что по мельчайшему какому-то намеку почти ничего не сказано, почти ничего не высказано. А как раз очень хорошо понятно, что это именно то самое, что нужно. Потому что образное мышление первичнее. И опять-таки есть такая проблема, что как софисты уже во времена Сократа научились говорить что угодно, не подразумевая под этим логоса, не подразумевая под этим содержание. То есть и софисты ввели это в практику, и эта практика никуда не делась. Она как раз процветает вовсю в нашей современной культуре. Когда человек способен говорить, совершенно не имея какой-то образной основы. Не зная, ну, не имея логоса, не держа в голове того центра, откуда исходит речь. Мне кажется, всегда понятно. Всегда это понятно. Но часто бывает так, что красота речи становится первичнее, чем смысл. Ирония, интонация, контекст. И вот это, наверное, большая проблема нашей современной культуры, что логос как таковой утрачен, а словесные возможности безграничны. А тогда естественный вопрос напрашивается, как же... Ну, тут у протестантов в свое время был такой призыв назад к простоте. А если его переиначить, вот именно в контексте нашего разговора, то как же... Каков путь назад к логосу? Или, может быть, не назад? А как его вообще научиться тогда обретать? По мысли филолога. То есть, вот как это, ну, так, я не знаю, образное мышление формировать в себе? Или как вот тот самый центр обрести, из которого можно действительно... Слова наши начинают обретать некий вес. И самое главное, нас вот на одну волну как раз и выстраивают. Настраивают. Ну, это вопрос образования, воспитания, существования поэзии в нашем современном мире. Дело в том, что я не знаю, как это воспитывается. То есть, все попытки воспитать это, по-моему, совсем удачны. То есть, нет никакой постепенности в получении логоса, в получении образа. Он либо приходит, либо не приходит. Другое дело, что человеку надо учить готовиться, ожидать это состояние. Быть настроенным на него. И вот этой культуры ожидания, надежды, настроенности совсем нет в современном мире. Наоборот, современная школа учит нас такому поверхностному образованию, поверхностному впечатлению. Мы только начали что-то понимать и уже решили, что поняли. А образ еще не получен, образ еще не раскрылся в сознании. И вот сама система образования, она построена на получении оценок, в которых нет никакого смысла. То есть, это всего лишь символические значения. Но когда человек правильно что-то повторил, ему ставят пятерку, это вовсе не значит, что у него появился образ, появилось понимание. Как проверять это понимание? Мне кажется, что, в общем-то, вполне очевидно, как. Сам себя человек обманывать не может. То есть, человек всегда задает себе вопрос, ответственный человек, понимаю я или имитирую понимание? И, наверное, это самое главное. То есть, мы всю жизнь задаем себе вопрос. Когда мы были детьми, мы очень многое не понимали. И дети уже начинают играть во взрослых, когда в общении друг с другом начинают говорить какие-то термины, произносить цитаты, вести себя как родители. Ну, неважно, о чем они говорят. И они понимают, что важно имитировать знания, авторитетность. Но сам в себе человек страшно напуган. Я же ничего не понимаю. Потому что, когда приходят образы, образ обладает целостностью. Его нельзя перевести по частям. Он открывается вдруг. Он открывается целиком. И, наверное, это всегда связано с ощущением очень большой радости. То есть, человек не может обмануть себя. При том, что этот образ может касаться философских представлений. То, что мы называем понятиями. Но вдруг, когда это понятие не просто словесная оболочка. Легко снимаемая, легко заменяемая. Вот именно образ. Поэзия — это одна из сфер культуры, которые как раз работают с образами. Это очень здорово, когда возникает понимание общности между поэтической работой и, например, богослужебной. Потому что, на самом деле, язык Евангелия — это язык поэзии. И за всей настоящей подлинной работой в искусстве и в богослужении стоит логос, образ. И, конечно, бедствие в современной культуре очень очевидное, когда поэтов очень много, умеющих писать и умеющих говорить, страшно много. То есть, это на два-три нуля больше, чем в Серебряном веке. Журналов, публикаций, сборников книг очень много. А чтобы там что-то было, чтобы можно было вычитать, это крайне редко происходит. Это происходит еще реже, чем когда бы то ни было. Потому что, как будто бы поэзия освободилась от страшного гнета, о том, что надо мыслить образами, о том, что достаточно плести словеса. А на самом деле поэзия — это мышление посредством образов. И это мышление поэтическое вовсе не связано исключительно со стихотворчеством. Это любое погружение в себя. Это и часть философии, и часть музыкальной, художественной культуры. То есть, надо понимать поэзию очень широко. И вот именно в стихах поэзии сейчас меньше всего. Как ни про Доксанин. У меня еще такой вопрос в связи с этим. В общем, сразу вспомнилась мне фраза из известного анекдота, что Чухча не читатель, Чухча писатель. Если у нас не так много времени до конца эфира осталось, мне бы хотелось вот этому навыку чтения, в том числе, посвятить некоторое внимание. Потому что мы, ну, я как отец тоже наблюдаю. Ну, на моих детях все-таки я вижу, что они любят пока читать, пока. Но я вижу, например, наблюдаю детей там в воскресной школе или еще где-то, где бы то ни было. Я смотрю и вижу, что они вот погружаются в мир визуализации, так скажем, да. То есть они смотрят видео, картинки, постоянно все вот это вот листание. Но они не, как раз не погружаются в текст. Так вот, в чем же важность, наверное, навыка чтения? То есть для чего? Рождает ли, формирует ли способность образного мышления чтение? Каким образом это происходит? И еще вот сразу тогда уж наперед задам вопрос. Ну, часто слышатся эти споры, что важна бумажная книга. Как лично вы относитесь, вот в том числе, к книгам электронным и так далее, техническому развитию и так далее в этой сфере? Я думаю, что я одновременно отвечу на оба вопроса. Мне кажется, что проблема чтения сильно извращена. То есть она не просто раздута, она совсем уходит от главного центра, от главного содержания. Само по себе чтение сейчас не имеет большого значения. Потому что надо говорить скорее не о чтении, а о культуре понимания. Потому что среди активно читающих людей есть люди, которые читают, что попало. Такие вещи, в которых в принципе нечего понимать. Но это выглядит как служение. Наверное, вот одни из самых страшных образов для меня сейчас, как для филолога, который связан с книгами, который очень любит, я очень люблю именно книги. Но для меня самые страшные образы — это библиотека и книжный магазин. Не кошмар какой-то, который снится, а в реальности, в жизни. Потому что библиотека — это место, где очень процветает то самое царство хама, о котором говорит Ницше. Где библиотекари — это такие монстры, которые насаждают чтение, которые заставляют всех читать. А по сути это достаточно такая пустынная, мертвая обстановка, где человек не способен выразить радость, вести себя свободно. А книжный магазин — это совершенный ужас, потому что, когда приходишь в книжный магазин, видишь десятки тысяч томов, и практически ни один из них не хочется брать в руки и читать. Их настолько много. Это все живая литература, книги, вышедшие вот-вот, только что на твоих глазах. И в них уже можно задохнуться и потеряться. А почему? По какой причине это происходит? А потому что очень все настоящее редко. Потому что очень мало настоящих подлинных книг. Есть, конечно, специализированные магазины, где просто совсем другое состояние, другое ощущение. И домашние библиотеки, или библиотеки специальной литературы. Я как раз не об этом говорю, потому что это как раз место, где можно испытывать восторг от корешков книг. Но проблема не в том, что книги должны быть, должны быть на виду, должны читаться. А у нас не хватает культуры понимания, восприятия. А мне кажется, что понимание строится из многих шагов. Как в шахматной партии. Вот для того, чтобы понять, как один гроссмейстер пришел к тому, что поставил мат другому гроссмейстеру, нужно мысленно, то есть, прочитать эту партию до конца. То есть, например, было сделано 52 хода. Современный человек почему-то напичкан идеями еще романтическими, мистическими, что все как хотят, а я все пойму сразу. За 2-3 хода. Е2, Е4, я уже все понял. Современный человек почему-то считает, что есть какие-то более прямые пути, более какие-то сокращения, что все можно понять и освоить быстрее. На самом деле, культура понимания, культура чтения — это многолетняя практика. То есть, человек читает, читает, и вдруг образ раскрылся. Стихотворение надо помнить долгое время, жить с ним, и вдруг оно срабатывает. Так же, как и сакральные цитаты, сакральные слова, они удивительным образом вдруг начинают работать. И вот этой культуры совершенно нет. То есть, я почитал, понял, понравилось или не понравилось, говорит человек. Я как раз очень сильно переживаю из-за того, что нет культуры восприятия. И студентам я как раз стараюсь показать интерпретацию. Это не какая-то сложная техника. Просто нужно сделать определенное количество шагов. Не маленькое количество шагов, а нужное, определенное. И, к сожалению, среди очень активных читателей, среди филологов, очень часто встречается эта поверхностная быстрота. Как будто бы можно понять ценность стихотворения, особенно нового, с одной строчки. То есть, есть такие мистические примеры, что вот Ахматова, например, ловила стихотворение на слух по рифмам. Значит, и мы все будем понимать так. Значит, мы все это можем. Спасибо, Леонид Владимирович. Наша передача подходит к концу на сегодня. Я нашим телезрителям несколько только резюмируя. Объясню свой ход, когда я пригласил вас и посвятил передачу слову, способности читать, способности понимать. Объясню тем простым фактом, что, к сожалению, приходится наблюдать печальную картину, как даже сакральные тексты, Евангелие, святые отцы, апостолы, послания апостолов уходят из внимания людей. Люди считают, что мир церковный понятен. То есть он ограничивается свечами, подсвечниками, стенами храма, платками, юбками и на этом точка. Поэтому сегодня, прощаясь с вами, дорогие наши телезрители, я бы хотел бы, ну, в качестве некого назидания, некого послания от меня вам, пожелать всем нам испытывать стремление, тягу к чтению и пониманию. Храни вас Господь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok